приветствую всех настоящих ценителей бокса сегодня утром посмотрел бой женибека алимханулы против дензела бентли и хочу с вами поделиться впечатлениями а также проанализируем поединок технически и сделаем из него весьма интересные выводы чтобы нам понять что именно в ринге происходило нужна некая предыстория женибек алимханулы боксер из казахстана чемпион wbo и он защищал в этом бою свой пояс первая его защита против спортсмена из британии дензела бентли женибек он левша и если описывать его бокс то он боксер не силовой он ну если можно так сказать наверное игровик в некотором смысле то есть он с одной стороны он даже может наседать на оппонента даже может его поддавливать и раздергивать но как бы суть женибека вот его основная работа что именно получается у него где он забирает эпизоды где он часто делает нокдауны это когда он раздергав как-то соперника он его проваливает ну то есть чтоб соперник начал бить женибека и женибек его проваливает и подхватывает после этого своей как бы быстро контратакой это вот основа действий женибека соответственно британец дезал бентли есть у него до поражения но боксер такой довольно любопытный длиннорукий достаточно быстрый и если ему давать разгуляться на дистанции британцу давать ему отдохнуть то он вообще начинает боксировать хорошо но если именно его бить раздергивать подхватывать еще наслаивать то он часто от давления можно посмотреть прошлые бои дензела бентли он начинает теряться сыпаться у него руки-ноги начинают путаться ну и он просто пропускает начинает сильно проигрывать также еще важно что букмекеры оценивали не просто шансы женибека как огромный а на досрочную победу женибека алимханулы коэффициент был на досрочную победу коэффициент был 1,15 то есть то что женибек выйдет и просто забьет британца это у букмекеров считалось дело вполне решенное кстати о букмекерах веду канал лаборатория бокса плюс куда выкладываю свои ставки если их делаю да какую-то аналитику поставкам разные материалы широкие да например там сейчас лежит разбор только для зрителей этого канала усик против бивола кто например сильнее если бы они были вдруг в одном весе и одних габаритов очень там интересно и вам рекомендую подписываться боксинг клаб плюс ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео до подписка платная даже стоит может быть относительно дорого но она стоит того в общем парни нас там уже больше ста человек всех приглашаю всем там очень очень рад спасибо большое что подписывайтесь ну что было такое лирическое отступление и теперь что мы реально увидели в ринге и почему не было досрочной победы от женибека и вообще что его ждет возможном очень даже скором поединке против хайме мунгия это проспект из мексики смотрите вот начался первый раунд ну первый раунд такая разведка женибек попримерялся соответственно британец своими длинными руками бросает там джебы в основном бросал прямые удары первый раунд не в счет хорошо разведка и вот начиная со второго раунда работа у женибека пошла все у него получалось то есть он по сути именно раздергал британца дальше идет атака от британца женибек я уж не помню он или оттягивается или по типу делает уклона и то есть провалил вот он как бы провалил и подхватил сразу своими ударами отлично него очень быстрые руки просто они именно летят у него очень интересная техника то есть женибек он именно как бы бросает плечи руки они ну идут как бы за корпус уже да но они у него расслаблены и они именно как как праща прямо очень быстро вылетают и вот мы видим что две двойки по там было то есть он я имею ввиду за раунд точных что как бы он провалил подхватил именно попал как нужно и британец вот он уже вроде шокированный он прямо засуетился такой он как бы весь заволновался женибек его прессингует давит еще его дергает дергает раздергивает но потом там третий четвертый пятый раунд женибек выигрывает он бьет все но британец знаете он так начало все с того что он руки поднимает в опасные моменты потом мы смотрим что женибек попадает и британец конечно ему это не нравится но в принципе этот бентли удары он выдержал да и вот мы как бы с вами наблюдаем что бой даже как-то так постепенно выровнялся начало все с того что раунда по моему с 5 видно было что пропала опасность для бентли то есть он стал увереннее он руки поднял даже где-то вперед пошел на женибека да и знаете стала прорисовываться такая картина примерно одинаковая что его обманывает женибек но сам же бег атакует немного он пока его больше раздергивать раздергивает ну где-то и там двойку бывает выбросит передней рукой щупает срезает остро передней рукой пятки левша очень как бы хорошо за руку заходит но основа его то есть он ждет атаку он провалил и он подхватил но как бы британец даже вот он вроде там проваливается бьет и вот женибек подхватывает но по сути он как-то прочувствовал действие женибека и он как бы перестал большим большой ущерб получать то есть он руки поднимает удар женибека они в принципе сами по себе не такие тяжелые ну сквозь руки во всяком случае то есть они как-то уже вязнут и и бой как бы ну стал достаточно конкурентным а начиная раунда с 8 9 оба спортсмена уже устали это было вида то есть признаки усталости и у бентли и у женибека то есть они оба устали оба они как бы замедлились удары тоже становятся мягче и тут британец вообще осмелел то есть он где-то вперед пошел где-то выбрасывает свои удары там я веду последний раунд где-то попадает по женибеку его конечно он и в ответ пропускать но он самое главное он сам попадает и там даже были два раунда по моему 10 11 где вот независимые эксперты насчитали количество попаданий от дэнзела бентли даже больше чем от женибека и опять же он выглядел как бы как сказать более взрывным и именно в последних раундах то есть у него больше как бы осталось энергии было такое чувство чем уже не бека в итоге же небе конечно выиграл то есть ну я считаю победа бесспорно но давайте теперь перейдем к выводам первое почему так буки видели 1,15 на досрочную победу женибека алимханова а по факту вышел вполне такой конкурентный бой где стабильно уверенно но как бы в очень даже конкурентном бою именно что не было такого знаете что вот прямо сейчас вот нокаут будет то есть очень даже вполне как бы конкурентный бой не односторонний скажем так победил дан женибек но именно без как бы досрочной победы как того предрекали букмекер и что ждать теперь в поединке против хайме мунги все ли вообще так однозначно как многие из нас думали до этого ну смотрите первое почему не удосрочил мне кажется что этот бой вообще серьезно очень серьезно раскрыл определенные недостатки женибека алимханулы и парня вот я мне самому нравится женибек алимханулы я вообще мой канал начался с того что я был фанатом геннадия головкина еще там шесть лет назад по моему да ну в принципе и сейчас но геннадий уже уходит на пенсию да но нужно как бы проговаривать то есть нравится как бы не нравится там критика любая да нужно всегда я считаю высказывать так вот женибек алимханулы во первых у него он действует очень остро всегда но у него есть некая предсказуемость в его действиях то есть вот то что провалил подхватил примерно это уже всегда понятно какие-то будут удары это как правило будет двойка она очень слитная то есть там по звуку там два удара просто они как один удар все а это было уже два удара то есть это круто но это примерно как бы она вся одинаковая или это ну это как правило два удара да то есть и вот именно что нету кого-то знаете вот такой атаки что там раз-два зашел там тух-тух тут там три удара где то есть он примерно вот видно что это будет острый слитный два удара может быть потом еще два удара но такой некий примерно как бы одинаковый ритм я сейчас добавлю все-таки света вот добавил примерно одинаковые действия да и получается вот это вот одинаковость то есть примерно же не бег по сути делает одно и тоже он делает это качественно но вот оппонента до прочувствовал и все то есть если бы британец там больше пошел наверное же не бегу его там больше как-то расковырял но примерно бой как бы ну отладился вошел в русло дальше действия же не бега сами вот он вообще разнообразно там положение выискивает раздергивает но сами атакующие действия примерно он бьет одно и то же то есть двойка бывает двойка передней рукой в голову дальней рукой по корпусу бывает подрезает боковым таким да но по сути один ритм как бы одна атака примерно вот оно одинаково и как британец прочувствовал это все он дальше это видит руки поднял как примерно защитился это вот первый момент то есть некая как банк такой вот и единообразие действий что можно прочитать второй момент это силу дара мы долго про нее гадали насколько она сильная вообще много нокдаунов много нокаутов уже не бека но опять же вот дезил бентли у него держалка не самое хорошее если смотреть по предыдущим боям то есть во всяком случае это не сауль канал альварес у него голова не железобетонная он вполне теряется от сильных ударов и здесь даже он терялся но по сути мы увидели что попадание же не бег он выдержал фактически выдержал их да это тоже как бы некий такой тревожный звоночек то есть и третий момент это выносливость то это наверное самое банальное это было тоже видно то что даже если действовать вот такая сама техника ну как что там типы ударов пускай даже немножко вот в одном ключе как же не бег если бить такой же силы но если больше как бы энергии то есть вы слышали тренер что говорил в углу же не бегу постоянно он говорил ну по-английски а поэтому не помню что там говорил но он говорит что как бы же не бег что уклоняется и ждет опять уклоняется ждет а что нужно дескать уклоняешься отвечаешь уклоняешься отвечаешь что больше ударов больше ударов больше ударов то есть он призвал его к большей активности а это же не так просто то есть же не бег получается он бьет быстро остро то есть нужна некая свежесть и получается вот ну в этом как бы бою примерно но ту же там последние 4 раунда, вполне было видно Усталость у обоих спортсменов И у одного, и у другого И получается, что Если была бы большая выносливость То был бы тоже, соответственно, больше результат Тогда бы, скорее всего, выиграл досрочно Больше бы там наслаивал атаки Соответственно, оппонент британец Он не любит, когда наслаивает атаки Он там теряется, ну и так далее Давайте теперь переходить к тому Кратко хотя бы, как может сложиться Потенциальный бой с Хайми Мунгей Потому что Хайми Мунгей До этого он опасался биться с Женебеком Как-то он не торопился А тут как раз таки ровно перед этим боем Как будто знают что-то Мы стали читать новости, что Хайми Мунгей Будет обязательным претендентом для победителя Что Хайми Мунгей с высокой степенью вероятности Сразится с Женебеком Алимханулы И знаете, что я вам скажу? Что чисто по технике Женебек Ну, он просто обыграет Раздергает Мунгей Будет встречать Но здесь есть две проблемы Первое, что Дензел Бентли выдержал удары Женебеку Он их выдержал А, соответственно, Мунгия С его вообще железобетонной мексиканской головой Он их выдержит и подавно Второе, что во второй половине боя Женебек постепенно подсел Ну, точнее, в последней трети даже боя Мексиканец, если судить по предыдущим боям Он там только прибавляет У него здоровье просто хотят сбавлять И это довольно рискованно То есть, как бы так ни получилось Что Женебек выйдет Он будет все видеть Он будет по очкам перебивать Хотя там еще неизвестно, как судьи будут считать А во второй половине боя Мексиканец просто будет свежее, здоровее, энергичнее И, допустим, ее заберет И еще неизвестно заберет как То есть, может быть, даже сильно заберет Это тоже вот довольно интересно Ну, что мы будем ждать Я в любом случае Женебеку желаю удачи Надеюсь, на него этот бой положительно повлияет Что по всем фронтам положительно Что эта уверенность хорошо для спортсмена Да, это хорошо Но что он будет и расширять свой ассортимент Как-то там тренироваться, может быть, более разнообразно Что-то осваивать новое Что он и по мощи, дай бог, да Крепнет, как бы еще станет мощнее, сильнее И по выносливости прибавит Это было бы очень здорово А вам спасибо, что посмотрели данное видео Парни, благодарю вас И также благодарю, что подписываетесь на Телеграм-канал Boxing Club Plus Это поддерживает мой канал на плаву Я имею в виду Ютуб-канал Мою Ютуб-деятельность в это нелегкое время Всем добра До новых встреч Тушу камеру